Друзья, ну сколько раз вам напоминать? Оставляйте классные комментарии, ведь я их лайкаю. Вы знаете, ребята, смотрю я на эти ТОДС карточки и в голове невольно возникает вопрос, обманывает ли нас ИИ Спортс или нет. Статы, конечно, у всех максимально крутые, всякие прайм-легенды просто отлетают. В Телеграме я задал вам вопрос, интересно ли вам будет посмотреть на тест этой команды, и вы, собственно, одобрили эту идею. И сегодня мы будем тестировать ТОДС-команду, преимущественно состоящую из Чемпионшипа. И вы знаете, ребята, очень важно понимать, насколько вам интересна эта движуха. Если вам понравится данный видос, оцените его лайком, и, опять же, 10 тысяч лайков, стабильная планка, даст мне понять, что нужно сделать вторую сборку, где уже будет Макуэли, Эдуард, Карел, возможно, даже соберу. Ну и, собственно, сделаю тест-драйв и второй команды. Поэтому, если вам понравится этот видос, обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарии о том, что вам интересно будет посмотреть на тест и второй ТОДС-команды. А эту я вам прямо сейчас представлю. На воротах у нас Тим Крулл, ТОДС-версия. Из талантов у него все лишь открывание под навес, рост такой себе, поэтому особо ни на что не рассчитываю. На ПЗшники по-хорошему должен был стоять Аронс, но я его передвинул на ЦЗ, а на ПЗ будет стоять карточка, которой мне упала ТОТИ, Трент Александр Арнольд. Гелик, который упал мне в паке, статы выглядят вроде неплохо, может быть, что-то и покажет. На ЛЗ Анрикс, на ПП также я не смог подобрать идеальную сыгранность, и там будет бегать вот такой вот парниша Джей. Статы, конечно, такие себе, финтюлей всего лишь три, но главное, что бегать умеет. На ЦПшники, медовый человек, или как правильно его зовут, статы довольно-таки неплохие, завершение даже круто есть. Но вот защитой, конечно, не очень. А вот у Хугиса защита прям отлично, 87 защита, все статы 80+, так скажем, бюджетный гулит, вот на этого парня я прям рассчитываю. Также у него финтеля есть. Данджума Гроя, блядь, какие сложные у вас фамилии. Так или иначе, 4 на 4, голландец, статы опять топовые, какой-нибудь там дефолтный овермасс просто отлетает. Ну и, собственно, две карточки, ради которых я собирал этот сквад. Кларк Харрис, какой-то татуированный чел, левоногий, финтелей нет, но статы не хуже, чем у какого-нибудь Зубастика. Да, понятно, там у него 5-5, все такое, но если его смотреть чисто по статам, это прям зверь. Ну и слева Тони. Это, пожалуй, самая любопытная карточка из всей этой пачки. Тоже без финтов, без слабой ноги, но при этом, опять же, статы не хуже, чем у какого-нибудь мидл Зубастика. 99 завершения, 95 сил. По итогу этого видоса мы узнаем, обманывает нас и Спортс или нет. Нарисованы все эти статы или эти пацаны действительно играют так, как нарисовано на их карточках. Друзья, совсем скоро состоится матч Лиги Чемпионов. Реал Мадрид будет играть против Челси и у моих спонсоров из компании OneX. Для вас приготовлены классные коэффициенты, которые вы можете видеть на экране. Регистрация в один клик без паспорта, выплаты практически на все платежные системы. А ссылочка будет в описании или же можете просто перейти по моему QR-коду. А если вам нужны монетки, чтобы усилить свой состав или открыть паки, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылка также будет в описании. Ну что, ребята, первый сквад, против которого мы будем играть. И сразу же начинаем вот с такого вот удара. Слушайте, хорошо летело. Так, Тони. Тони. Ух, какой удар. Так, тут есть кому побороться на втором этаже. Отличный удар, блин. Так, Кларк. На Тони. Тони, хорош. Прям в ближку засандалил и первый гол. Опасно, опасно. Далглиш ближний ебать у меня прошил. А что за лаги, блядь? Ну это пиздец какой-то. Вы посмотрите, что происходит. Ну это просто кал какой-то, блядь. Ну, блядь, мне вот интересно, у моего соперника также все лагает или я один такой победитель по жизни? Что за пиздец? Я, пожалуй, скипну, блядь, этот матч. Так, второй соперник. Я надеюсь, коннект будут нормальные. Ну все, полетели, ребята. Сделаем вид, что первого матча не было. Так, Тони. Хорошо. Дальние. Ой, какой ты неповоротливый. Ну, пацаны, конечно, максимально не пластичные, так скажем. Все-таки сказывается их сильвер прошлое. Что, по навесам? Ах, у меня навес какая-то. Хониметт. Медовой человек. Ну-ка. Ой-ой-ой. Какой гол, медовый человек. Ты че, алло? Вот тут прям видно было, что статы не нарисованы. И 80 удар всего лишь. Ударил на все 90. Так, Тони. 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 Блядь, ну Тони, надо было забивать. Добей. Хорош. Какой-то сраный гол получился, но так или иначе. Кларк забивает. Так, Джей. Я хочу все-таки навесики заценить этих парней, но никак не получается навесить. Так, а вот вам провал. Вот вам провал. Аронс добежит ли до Дель Пьеро? Хорошо, Аронс. И я только монтируя видос, увидел, как Аронс в этом моменте прыгнул двумя ногами вперед. Вы когда-нибудь, блядь, такое видели? Автоблоки уже на каком-то нереальном уровне. Так, Аронс против Коммана. Чекаем его. Пейс и скорость. Хорош, Аронс. Так, Кларк. Что насчет Файнаса? Ой-ой-ой. Кларк. Нифига себе. Тони. Тони. Хорош. Потолкался. Пободался. Обратно. И Тони в пустыне. На. 4-0. Ну, после такого соперника ливнет. Да. Всего доброго. Некст соперник, ребята. Смотрим. Видаль. Дибала. Санчеш. Бест. Так, Джей. Я все-таки хочу забить с навеса. Но никак, блядь, не получается почему-то. Выноси Крул. Блядь, да! Блядь, конечно, финтиков им прям пиздец не хватает. Ну, что? Что я смогу сделать с тремя звездами на финтах? Так, а вот вам и провал. Вот вам и провал. Вот вам и гол, наверное, да. Крул ничего не смог сделать. Ладно, давай попробуем ебнуть. О! Ебать, Тони! Шикарный лонгшот у него получился. Но, к сожалению, мы попадаем в перекладину, блядь. Давай, давай, Кларк! Кларк несется! Но его ДСАИ просто обгоняет. Охуеть. Скорее всего 2-0. О-ху-ху! Так, Тони, хороший заброс на Данжуму. Данжума! Что здесь делать? Я делаю навес. И! Джей! Хорош! Вот вам и темная лошадка. Просто залетел с мячом. 1-1. Живем. Потный матч, ребята. Потный соперник. Да, пиздец. Реально это прошло. Я в ахуе. О-хуеть! Блядь, каким-то чудом мы сейчас не пропускаем. Все, Джей, Пейс 95. Тебя не должен догонять. Санчеш! Блядь, он догоняет. Я в ахуе. Просто, блядь. Пейс вообще что-то значит в этой игре? Дальше, дальше на Кларка. Кларк, хорошо. Кларк. Ложный замах. И в дальний. Блядь, и автоблок, блядь. Точнее, я хотел сказать. Тони! Просто вот так вот, ебнем. Я не знал, что там делать. Решил просто ударить. 1-1. Очень потная катка. Во втором тайме просто ничего не получалось. И, соответственно, счет 1-1. Джей забил. Голландский полузащитник отдал голливую. Ну и переходя к нашим друзьям из OneX. Не забывайте про мой промокод PANDOS. Он поможет вам на старте. Нихуя себе рейтинг у соперника. Больше 2 ксарей, блядь. Тогда понятно, почему я так потел. Так, следующий соперник. Что тут у нас? Опять Видаль. Паласио Эль Шарави. Ох, Джей. Нихуя забег. Нихуя забег. Что это за машина? Что это за машина? Остановите его! Ну, Тео Эрнандес остановил. Так, Кларк. Ну-ка. Бауман, ты что? На. Не, все-таки вот нападающий у меня. Опять же, повторюсь, крайне неповоротливый. И крайне непопадающий поворотом из автоблоков. Еще один навес. Да что ты будешь делать, блядь? Искусственный интеллект вообще все выносит, нахуй. Давай, Тони. В ближнюю хуя. Блядь, ну Тони. Ну вот здесь что тебе мешало? Удары 90 с хулем, блядь. Гелик. Гелик вообще лучший в этом составе. Я вам базарю. Тони. Ах, хорошо-то летела. Бауман, это что, блядь, за новая имба? Столько сейвов уже сделал. Подача, ну! Блядь, опять в руки. Я в шоке просто. Блядь, я даже так забить не могу, блядь. Вы посмотрите, блядь. Даже когда он уже издевается надо мной. У соперника я вам напоминаю, ни одного удара в стор пока не было. Вот он, первый, блядь. Удар по воротам, блядь. Ну вот почему я так и знал? Давай, забегай, блядь, нахуй, голландец. Скикофа. На! Охуеть, блядь! Как ты не забиваешь, блядь? Чел, у которого удары под 90. Головой как... Блядь, это какой-то ёбаный пиздец, ребята. Я вам клянусь. Ещё один угловой. Давай, Бауман, ещё раз вытащи. Блядь, как он так прыгает? Он все, нахуй, траектории знает наизусть. Он уже издевается над мной. Посмотрите, он просто издевается надо мной, блядь. Ну, Трент, твои легендарные навесы. Нет, даже Трент не может навесить. Уже Анри прибежал. Уже Анри прибежал. Анри, хотя бы прострельщик сдел... Они как будто специально всё хуёво делают, боже. Ну, Кларк. Да что там было, блядь? Ну, Тони, пожалуйста. Господи, какой калони удар. Я Файнасом крутил в дальний. Он просто бьёт в ближний. Ещё один навес мимо. Я, конечно, всё понимаю, но это уже какой-то перебор, вам не кажется? Какой пиздишин в этом матче, ребята. Ну! Блядь, он опять дащит! Ну, отличный коридор. Давай, брат, Тони, блядь. Удары 90 с хуем. Кое-как затолкали с тысячу рикошетами. Тони. Фаталити. Всё. От леталити, как говорится. Блядь, какие головы я забиваю в этом матче. Как слабо летел этот мяч. Вы видели, Тони? Тот с карточкой. Еле-еле, блядь. Хотя там, ну, нормально силы выжили. Я каким-то чудом побеждаю даже в этом матче. У меня... У меня просто нет эмоций. Вы сами всё видели, что здесь происходило. Это просто какой-то лютый пиздец, блядь. Тони делает дубль, блядь. Каким чудом я хуй его знает. Бауман лучший игрок матча. Бауман, блядь. Бауман, блядь. Чувак в здравом уме играет Бауманом. Но он что-то знает об этой игре. 12 сейлов. Я не знаю, что сказать. Общая статистика у вас на экранах. Я, блядь, просто вырвал победу, блядь, на последней минуте. Только потому, что соперник начал там за голкипера какую-то хуйню творить. Самое забавное, что у этих двух нападающих ловкость и баланс под 90. Вы посмотрите, блядь. У этого вообще 99 ловкость. Но чувствуются они, как, я не знаю, как лукаку какой-то. Но тут проблема уже заключается, наверное, в движке игры. Потому что у них рост не самый маленький. Соответственно, если у тебя чувак большой, сколько ему ты ловкости не крути, один хуй он будет неповоротливый. Это, конечно, беда этой игры. Так, очередной соперник. Неймар Мбаппе. Габриэль Жезус. Яшин на воротах. Спасибо, что не Бауман. Тони. Хорошо, проскочил. Прострел. Блядь, я не знаю. Эти чуваки вообще простреливать не умеют. Джей, на. А что если вот так вот сделать? Блядь, ну хорошо же вроде летело, но... Не знаю, чуваки. Удары 92, как мне кажется, немного по-другому выглядят, да? Ну типа позиция не самая там жесткая какая-то была. Мог бы и попасть хотя бы в створ. Так, Кларк, выход один на один. Ну я попробую, я попробую. Да вот просто иди нахуй, Кларк. Вот сейчас точно иди нахуй. Сейчас что тебе помешало, блядь, забить? 92 удар. Какой ты пиздёж, блядь. Ну сейчас-то. Там-то ещё можно было сказать острый угол. Там ещё какая-то залупа подзалупная. Блядь. Кларк, я тебе больше не доверяю, поэтому давай, Тони, ты решай. Так, опасно, опасно. Держать. Аронс. Эх, похуй вообще. Нахуй отбирать. Смещи. Нахуй галкиперу тащить, блядь. Не, ребята, какая-то странная хуня в этом матче происходит. Я прям уже чувствую, как игра меня душит. Или просто карточки меня сами душат. Ну, посмотрите, ну вот что я сейчас мог сделать? Просто идеальнейший отскок на ногу от Крула, блядь. Вот что я мог сделать в этой ситуации? Гелик. Вот кому вопросов нет, так это к Гелику, блядь. Давай-давай, Кларк. Ну, бро, ну сейчас-то ты должен зарешать. Я понимаю, что тебя любой бомж догоняет. Опять он не забивает. Он даже в створ не попадает. Блядь, ребята, Кларк, это просто какая-то ебаная помойка. Если я в прошлых матчах этого не замечал, то вот сейчас это прям явно бросается в глаза. Насколько же это пиздежные статы. Боже мой. Тони. 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 Макарони. Бля, какой слабый, брат. Бух ты мой. Охуеть, как он меня разъебывает. Тони, давай, брат. Ну, выстрельни на свои 92 удары, блядь. Блядь, ну, вот это вот уже все финишное, ребята. Когда мой же игрок у меня отбирает мяч, ну, типа, у меня тут вообще комментариев уже нет. Ну, Тони. Тони Макарони. 3-2. Ладно, хорошо. Есть шансы на камбэк. Ну, и, наверное, финальный соперник на сегодня. Боже мой, что это за состав? Я, с одной стороны, побаиваюсь этот состав, но у него есть караитоц, который он выбил, которого, опять же, я готов выбить, если вам будет интересен обзор. Бля, что это за анимация была? Кларк, ну-ка. Опять перекладина. Опять перекладина. Опять перекладина. Две перекладины от Кларка. Бля, какой же ты уебок. Тони, ну, давай ты. Блин, прям в руки. Ну, видно, что, ну, что-то вроде как умеет, блядь. Типа, вроде как летит, но забивать нахуй. Блядь, Тони, еще один, блядь, Макарони, блядь. Какое говно, ребята. Каким говном я играю, бог ты мой. Ну, кто-то скажет, блядь, ты бьешь с каких-то невероятных позиций. Вспомните, блядь, ролик Игуаина, с каких позиций он забивал, блядь. Игуаин, блядь. Блядь, ну, вот сейчас тоже вроде хорошо летело, но... Ну. Блядь. Ну, Кларк, пожалуйста, не будь говнарем, забей. Тони. Вы видели этот удар? Как слабо. Как слабо. Как слабо он пробил. Я клянусь, не припомню ни одной команды, которая играла бы вот настолько плохо. Как обычно, легендарная статистика, блядь. Ноль ударов соперника. Ждем его. Первый удар по моим воротам. Ну, пожалуйста, брат, братишка. Ну, ты-то хотя бы забей. Блядь, какие вы сегодня сейвы делаете. Мои галкиперы, блядь. Против которых я играю. Это просто что-то, блядь, невероятное. Хони Мэтт, ебани, блядь. Ой. Ну, блядь. Ну, сейчас-то что? Вот сейчас что тебе может помешать? Блядь, бог ты мой. Он забил. Для меня это, блядь, сенсация. Кларк. Я радуюсь тому, что чувак с ударами 92 забил, блядь, в не самой сложной ситуации. Вот прилетели. Так, Корея. Ой, Корея. Корея. Блядь. Сколько вот я таких голов сегодня пропустил? Блядь, у меня уже, блядь, сил просто. Мне кажется, у этого галкипера какой-то перк, блядь. Это уже третий гол на моей памяти, который вот отбивает Кру идеально, блядь, на ногу к сопернику. Вы видели этот удар от Кларка? Это был удар. Кто-то может подумать, что он просто подскользнулся. Нет, ребята, это был удар. Это был удар по воротам. Удар по воротам. Удар по воротам. Вот так вот выглядят удары 92. Я держу вас в курсе, если что. Блядь, какой пас у меня прошел? Хонимэн. Ну, хотя бы ты забей. Хонимэн. Хонимэн, блядь. Слава богу, я в этом матче выиграл. Хоть абсолютно и не заслуженно, блядь. На этом этот кошмар, слава богу, заканчивается. Я даже не знаю, стоит ли подводить какие-то итоги. Хонимэн лучший игрок матча, блядь. Спасибо за победный гол. Смотрите, блядь, удар. Идет в Крул, и что он делает? Такой, на! Держи. Вторую попытку, блядь. Ну, не получилось. Ну, ты не расстраивайся. На, держи, пас. Ну, давай, давай, попробуй еще раз. Кули ты. И этот такой, да, я же тоц, я же тоц. Я должен такой, блядь, на грудь, принял. И на. Найс. Ну и итоги, ребята. Крул. Вы сами все видели. Мне, наверное, не стоит ничего говорить. Гелик мне понравился. На удивление, блядь. За пять матчей он произвел на меня какие-никакие приятные впечатления. А вот по поводу Ааронса даже сказать нечего. Какой-то он невзрачный, что-то. Что есть он, что нет его, хуй его поймешь. Высокий в атаку, наверное, все-таки сказывалось. Рост не самой большой силы, 78. Поэтому я бы не рекомендовал использовать его на ЦЗ. Вот этот вот левый голландец, в принципе, как бы за пять матчей дал три голевые передачи. Что, наверное, неплохо. Хотя удары у него красуются 8-7. Но вы сами видели его пару ударов, которые никак не показывают вот эти вот 87. Хаггес. Вроде что-то отбирал, толкался. Но, опять же, сказать особо нечего. Ничем не выделяется. Талантов ноль. Хонимен. Меня его первый лонгшот поразил. В последнем матче также он забил гол. Неплохой цепешник где-то. Там мячи отбирал, бегал. 62 дальние удары. Я думал, они у него тут за 90 нарисованы. А тут 62, блядь. 62 дальние удары. Джей понравился на удивление, блядь. Гол плюс ассист. Он много бегал, толкался. Все-таки вот его ловкость и баланс. Это вот прям ненарисованная история. Он прям такой юркий, ловкий был среди всей команды, выделялся. Ну и, собственно, переходим к двум, так скажем, бюджетным версиям R9. Ну, не знаю. Кларк это просто говнарь какой-то. 5 матчей, 3 гола, 3 ассиста. Я вычитаю один матч, потому что, вы сами помните, там был Рейдж Куид. Про его удары можно было, блядь, я не знаю, расписать отдельное видео, но повторяться не буду. Это просто какой-то ебаный кал, блядь. Метр 83, ловкость 94, 90 баланс. Не смотрите. Ловкость 60, баланс 50. Это вот то, что вы видите на поле. Удары 92, максимум, я не знаю, 72. Я вам отвечаю, ребята. Пруфы вы сами видели. За 5 матчей я не увидел ни одного достойного удара от него. Ну и Тони. Чуть-чуть получше. 5 матчей, 5 голов. Но все-таки, опять же, 3-3 на финтах. Высокий рост, баланс, ловкость, говно. Сила удара 91. Это прям какой-то ебаный бред. Завершение. Блядь, насколько же пиздежно выглядят эти карточки, ребята. Поверьте мне, я играл многими картами, многими составами. Но так сильно я еще никогда не разочаровался. Все-таки, да, ребята, как корабль назовешь, так и поплывет. Другого объяснения у меня нет. Не знаю, возможно, если какой-нибудь кибер возьмет этот состав, какой-нибудь там ежик, там, я не знаю, кефир, отыграет также 5 матчей, скажет, что это лучшие карточки в мире, то окей. Возможно, это мнение будет объективно. Но так как я не самый, так скажем, жесткий чел FIFA, можете слушать, можете нет. Если у вас есть свое мнение, вы можете высказать ее в комментариях. Но, опять же, я играл многими карточками в этой FIFA. Но, опять же, тот же Ронал Диньо, блядь, у которого все статы хуже, чем у этого Кларка и Тони, ну, не считая дриблинга. А дриблинг это один из самых важных показателей в этой игре. Плюс, как бы, финты и звездочки. Ну, даже если отбросить вот финты и звездочки, ну, удары. Если бы хотя бы они ударами вывозили. Но вспомните матч Кларка, где он там 3, блядь, нахуй, момента подряд запорол, блядь, и не мог забить со своими ударами 92. Все-таки, по большей части, когда берутся какие-то серебряные карточки, без каких-то моделек, без финтов с высоким ростом, их сложно чем-то подтянуть и сделать играбельными. Поэтому, собственно, так и получилось. Но, опять же, если вам понравилось это видео, у меня тут на скамейке сидит Эдуард Мукуелли. Также я карею соберу. Соберу еще каких-то интересных ТОДСов из ТОДС комьюнити, которые, по идее, должны быть чуть более играбельными. И сделаю на них обзор. На Эдуарда у меня большие надежды. Все-таки 4 на 4. Статы выглядят круто, но однажды я уже повелся. Второй видос выйдет, если этот зайдет по просмотрам, по вашим лайкам, по вашим комментариям. Если будет хороший актив, то второй видосик выйдет в ближайшее время. С вами был я, ПандаFX. Пишите свои комментарии, с чем согласны, с чем не согласны. И, собственно, всем хорошего настроения. Чао, какао.